Клево всем, друзья! Сегодня я на реке Кубань, и я сегодня с донкой. У меня вот такая вот доночка, трехметровое удилище с тестом до 140 грамм. Я сделал вот такие кормушки, и я покажу, как правильно ловить на донке на течении. Казалось бы, все мы ловим, с детства, все все знаем. Я покажу более интересный способ, более уловистый, поразно рыбиться в донке. Поехали! Друзья, как это странно не звучит, ловля на донке требует более серьезный подход к замесу прикормки. Если ловить, как ловят большинство, когда делают из прикормки пластилин, это один вопрос. Но я буду сегодня ловить более правильно. Мне нужно, чтобы прикормка дошла до дна и вышла из кормушки, в течении пары минут, чтобы на месте, в точке ловли, создавался кормовой след. Поэтому и замес прикормки я буду делать более серьезным. Из основ у меня крупа. И возьму прикормку лещ. Недорогая прикормка, 90 рублей пачка. Отлично работающая. Пачка 0,8 килограмма, поэтому здесь всего, грубо говоря, от обычных пачек полторы пачки. Все, это мы перемешиваем. И теперь добавляем воду. Воду добавляем порционно, в несколько подходов. Обязательно. Нельзя, нельзя сразу влить всю воду. Нам нужно сделать правильную прикормку, чтобы она держалась в открытой кормушке, доходила до дна и там потихоньку выходила. Вода реверная прикормка. Получается красивая прикормка, черная, в желтую пятнышку. Так, первый этап готов. На ощупь прикормка, и чувствуется влага в ней, и тоже чувствуется, что она еще сухая, то есть она влага ее обволокла, но при этом прикормка еще не напиталась, не начала разбухать, поэтому она еще такая колючеватая на ощупь. Все, вот она сейчас слегка, вот она сейчас слегка даже лепится, но через 15 минут она даже лепиться не будет. Напитается воды, возьмет, нагреется, самое интересное, что он нагреется, станет теплой. Зимой это очень сильно ощущается. И будем еще раз добавлять влагу. А пока занимаемся поиском точки ловли. Для начала нужно сделать монтаж. Вяжется он элементарно, прямо на воде. Можно заготовить дома, а можно приехать на рыбалку и для донки. Для этого нам нужен леска или флюрокарбон толщиной 0,28-0,3 миллиметра. Берем около метра флюрика и примерно чуть меньше половины вяжем петлю длиной примерно 5 сантиметров. Как вязать фидерные монтажи, можно посмотреть у меня на канале, перейти по ссылке. На данный момент вязать буду самую простую петлю гарнера. Вяжется все, вяжется все очень просто. Есть. Готово. С одной стороны у нас конец длинче, с другой короче. Теперь тот, который конец длинче. Примерно берем сантиметров 30, вяжем маленькую петлю для привязывания лески к основной. На вот эту большую петлю нам нужно одеть вертужок с карабином. Я пользуюсь вторым номером. Большие, надежные, крепкие. И просто удавочкой просто накидываем. И вот у нас получилась с одной стороны маленькая петель для привязывания к основной леске. Потом петля примерно длиной 5 сантиметров с карабином и вертюшком. И остается еще один свободный конец. Теперь в карабину цепляем ту кормушку, которую мы будем использовать. На данный момент у меня вот такие кормушки. Теперь вот этот свободный конец, который у нас без петельки, опускаем ниже кормушки, ниже кормушки, сантиметра на 2 на 3 и делаем еще одну маленькую петельку. Эта маленькая петелька у нас будет служить, чтобы одевать петля в петлю поводок. Обычный монтаж петля гарнера. Великолепно подходит для ловли на донке. Не надо никаких трубочек, ничего, все элементарное, просто, все отлично, все отлично работает, все проверено временем, как у нас в России, так и за рубежом. И вот у нас получилась конструкция. Петелька, леска, петля, вертлюжок с карабином, кормушка, леска, петелька. Все, ничего не надо. Теперь привязываем, как вам удобно, как вы привыкли к основной леске. Все, монтаж готов. У нас есть кормушка, вертлюжок, отвод для поводка. Все есть для того, чтобы спокойно ловить. Ловлю я всегда на один крючок. Пожалуйста, можно сделать еще одну петельку выше и к ней поставить еще один поводок. Будет у вас два поводка. Я считаю, это лишнее. Как вам удобно. Ну вот, прикормка у нас... Прикормка, первый раз взяла воду. И вот она даже не лепится. Стала теплая и совершенно не лепится. Добавляем второй раз воду. В воды добавляем по чуть-чуть, чтобы не превратить прикормку в кашу или пластилин. Не бойтесь замешать много прикормки. Много прикормки не бывает. Если у вас осталась прикормка после рыбалки, кладется в пакетик, в морозилку. И вы можете ее взять на следующую рыбалку. Она будет точно такая же отлично работающая прикормка. Ну вот, прикормка начала лепиться. Но еще нам нужно, чтобы постояла 10-15 минут. Она возьмет воду и уже третьим этапом мы будем ее доливать аккуратно, буквально по чуть-чуть до такой кондиции, которая нам нужна. Вот такое удилище длиной 3 метра. Какой-то китаец в рознице стоит 800 рублей. Вот указано 3 метра. Тест 60, 140 грамм. Друзья, выбор удилища для донки даже не дороги. Это очень серьезный вопрос. У всех серьезных производителей верхний тест на удилищах обозначает максимальный груз. То есть 140 грамм это груз с прикормкой. Это максимальный вес. Чтобы комфортно было кидать примерно процентов на 20-30, общий тест груза с прикормкой должен быть меньше. Тогда вы будете кидать спокойно, без напрягов, без перегрузки удилища, без отстрелов. Поэтому, если вы планируете ловить на течении, определитесь какие грузы вам нужны. Добавьте еще вес прикормки и вы получите тест удилища, которое вам нужно. На данный момент у меня вот такой монтаж. Вот такой. В магазине я приобрел отдельно вот такие пружинки и отдельно вот такие груза. 70 и 80 грамм. И дома менее чем за 10 минут с помощью нержавеющей проволоки. 0,3 кажется. Я собрал вот такие монтажи. Вот такой монтаж. Собирается просто и элементарно. В итоге это отличный вариант для ловли на течении. Мы в детстве на такое ловили, только делали еще по-другому, лили сами. Мы вот эти груза сразу вливали в пружинку. У нас получилась наподобие кормушка. Форма пружинки роли не играет. Она может быть грушевидной, прямая, конусная, какое угодно. Это уже второстепенно. Но она не должна быть сильно большой. И надо налепливать огромную грушу сюда. Это 100 лет не надо. Нужен нормальный объем прикормки, которая дойдет в кормушке до дна. Остановится в точке ловли. И в течение минуты-две эта прикормка выйдет из нашей пружинки. Прикормка должна остаться там, создавая кормовое пятно. Но тогда к нам будет приходить рыба на нашу точку. И будет собираться, и у нас будет клевка. Теперь нам нужно найти точку ловли. Как правило, дальность заброса редко превышает 30 метров у дона. Чаще всего это до 25. Чаще всего. Особенно, когда рыбалка происходит с перегруженными удилищами. Когда на удилище вешают груз 120 грамм, 150. Огромную кормушку. Залепляют еще ее прикормкой. Грамм в 200. И получается огромный кирпич, который куда-то мы стараемся кинуть. Это неправильно. Нам нужно найти точку ловли. Комары груд. Заклипсоваться. И спокойненько ловить в одной единственной точке. Если мы знаем акваторию, то все проще. Если не знаем, то чуть-чуть сложнее. Но опять же ничего сложного. Делаем заброс. Даем кормушке упасть на дно. И протаскиваем. Ища какую-то аномалию пор. Вот я нашел. Уперлась. Отдаем пару метров лески. Клипсуемся. Мы ловим на клипсе. Стараться кидать нужно максимально четко в одно место. Теперь я проверяю, куда мне пошел заброс. Положил удилище. Задача, чтобы кормушка остановилась сразу или максимум прыгнула один раз. Вот она до сих пор прыгает. Значит чуть-чуть мы не попали. Делаем пару оборотов катушки. Выбираем более острый угол ниже по течению для заброса. Нам нужно взять ориентир. Вот я взял для себя ориентир. Конец деревьев. Вот я сейчас буду все время кидать на это место. Через голову. Правильно это делать через голову. Но у меня над головой деревья. Я не смогу. Поэтому я буду кидать сбоку. Это чуть более сложнее. Но это реально. При забросе должен быть обязательный удар в клипсы. Продолжает нестись. Значит далековато. Еще делаем пару оборотов катушки. Потому что угол мне выбран нормальный. Примерную акваторию я знаю. Я ее уже пробивал. Сейчас я вам показываю как я выбираю точку ловли. Удар в клипсу обязательно. Во время удара клипса поводок выравнивается. Нету перехлестов поводков. И в то же время мы точно попадаем в одно место. Если у нас удара в клипсе не произошло. Значит мы не добросили. Вот на данный момент. Проверяю еще раз. Кормушка упала. Четко сразу на дно. Проверяю еще раз. Кидаю в это же место. Чуть-чуть подтаскивает. Но это не принципиально. Я сейчас могу. Я кидаю на конец деревьев. Дальше стоит столбик. Я могу кинуть на этот столбик ниже по течению. Буквально сместившись на полметра на метр. И уже нести не будет. Более острый угол. Леска сразу выравнивается. И уже ее меньше тянет. Все. Точку ловли я нашел. Я готов приступить к ловле. Ну что друзья. Удилище готово. Точку нашли. Прикормка готова. Осталось прицепить крючок. И начать ловить рыбу. Так как у нас снасть довольно грубая. Все таки это не фидер. Который более элегантный. Предназначен для этого. А как правило донки довольно грубые. Поводки. Фидерный вариант. 0.12 ставить нет смысла. Я бы советовал. От шестнадцатого. 0.16 и выше. И крючки. Наверно все таки от двенадцатого. Двенадцатой десятку. Это будет самый универсальный. По всей рыбе. Так. Что я. У меня тут фидерное все. Ну вот возьму. Начну. Двенадцатый крючок. На четырнадцатом поводке. А там посмотрим. Поводок заводится просто в петлях в петлю. Никаких сложностей. Так же меняется. Откусили поводок. Привязали новый. Насадка. У меня будет сегодня исключительно аппарат. Ничего другого я не брал. по забиванию. Слишком большой объем прикормки. Слишком большой. Нам делать не надо. Время ожидания больше трех минут нет смысла. На таком сильном течении всю вашу прикормку унесет далеко. Несмотря на то, что внизу течение очень слабое. или его почти нет. Но оно есть. Тут зависит от глубины. Чем больше глубина, тем внизу меньше течение. Здесь глубина в районе двух с половиной метров. Это не четыре, как на Волге. Не шесть, не восемь. Поэтому течение довольно сильное. Рукой. Все. Больше ничего не надо. Заброс. Разморка. Через год. Назиду, 300 градусов. несколько очень боечных остров. ça, нев pigs. Грана горы. Увиллис slash половых. fluoresция спорта. Грана горы.